Всем привет! Меня зовут Олега Юрченко. И сегодня я расскажу о том, как эффективно избавиться и быстро в короткие сроки от насморка. Точнее, я вам сегодня расскажу, как вам не получится от него избавиться. О том, как от него избавиться, поговорим через несколько дней. Сейчас я вам расскажу о средствах, которые мне не помогли. Видите, у меня ожог на носу? Нет. А, вот, я уже забыла, я уже подлечила. Вот. Это я начинала, когда у меня только начался насморк, я начала с моксотерапии, с полынных сигар. Да. Я прогревала, подожгла эту штуку, да, прогревала себе лопные пазуки, и в итоге я, что-то от меня дочка отвлекла, и я помокнулась, и теперь у меня вот ожог на носу. Это единственный эффект этой палочки. Не знаю, может, у меня какой-то очень дикий грипп, но вот я потом расскажу. Сейчас постараюсь рассказать максимум ценной информации о том, что не сработало. Дальше я начала натирать нос бальзамом. Не помогло. Да, я могла дышать ровно 10 минут, а потом меня опять накрывало, меня закладывало нос, и всё. Ой, вот не везла. Ладно, потом. Тайские ингаляторы. Они эффективны, если вы можете дышать. Если вы не можете дыхнуть носом, тайский ингалятор неэффективен. Следующее. Я решила наше себе сделать ароматерапию с маслом Кайопута. Обычно это очень хорошо помогало моей дочке, когда она начинала молить. Я на тарелочку ложила в ад, туда капала, ложила это рядышком с подушкой, и у неё проходил насквозь, и всё. У меня сработал обратный эффект. У меня усилился насквозь. Я вообще никак. Если до этого у меня одна ныря как-то дышала, то после масла Кайопута она у меня перестала дышать аппаратуру. После масла Кайопута та же история. Потом я попробовала развести с водой мангустиновый йод и закапывать его в нос. Дышать я начала, но через пару часов у меня начали болеть уши, поднялась высокая температура. Не рекомендую закапывать это в нос, если у вас запущенный насквозь. И вообще в нос его закапывать не рекомендую. В уши можно, гланды смазывать, да, в нос закапывать не рекомендую. Поверьте моему опыту. Потом, после неболосна, потом поступил жидкий бальзам доктора Моу Синг. Ну, могу сказать, что этот бальзам помог мне снять дикую боль в горле, что я пила его по глоточку, но в нос его не зальёшь. Я говорю, ну и жду как-то, наверное, бальзам, они поймут, о чём я говорю. Смазывала тоже вход возле носа, крылья, здесь не помогло. Да что не помогло? Fatalite John вот этой фирмы. Тоже вообще никакого результата. Я потом попросила курьера, чтобы он мне привёз с офиса, тот, с которым мы обычно работаем, Fatalite John и Pluckhao, и ура! Да, у меня хоть одна дозря более-менее начала дышать. И начали потихонечку снижаться симптомы, спал жар. Дальше. Тайские капли от нас пока. А, перед ними у меня было ещё одно средство, что я так вот по очереди. Мне рекомендовали промывать нос перекись водорода. Так я сама из дома сейчас не очень выхожу. Я попросила мужа, чтобы он мне купил перекись водорода для промывания носа. Когда он услышал про промывание носа, перекись водорода, он попутил пальцем его искать и сказал, что он не будет подписываться. Вот. Но я вспомнила про йогурский метод промывания носа чайничком. Поэтому я пожертвовала свой любимый глиной чайничек. Это мне оказалось самый подходящий, самый тоненький из всей моей коллекции носик. Конечно, он в дом без ноздрё, но я смогла промывать. Это вот на такой вот чайничек берётся морская сон, ложечка чайная, заливается горячей водой, ждёт, когда она остынет до комфортной температуры, чтобы не обжигала. И вот такой тёплой водой промывается нос. Дышать начинаешь. У меня не сразу получилось промыть. Где-то в третьей попытке я смогла, чтобы мне вода возле вошло, пока не вышло, потому что всё было очень забито. И результаты хватает на 20 минут. Потом опять начинается. Опять начинают лить сопли на ручьём. Всё. Я вот сегодня целый день промывалась. А потом, так как мне уже немножко полегчало, капсулки не работают, я зашла в аптеку и попросила фармацевта эффективные капли для носа. Мне выдали вот такие тайские капли. Ну, кто бы в Таиланде, может быть, вы их видели, может, даже пробовали, может, они кому-то даже помогли. На самом деле, все эти средства, которые я перечислила, они обычно помогают. Но я болезнь запустила. Поэтому обычные средства, которые обычно очень эффективные, всегда помогают. Мне уже как-то, кстати, да. Мусинки, а также вот этим бальзамчиком я отходила от своих ушей, что я тоже использовала капли для ушей, которые капают обычно, мою муж капает ребёнку. Тоже пыталась помочь тем капать в уши, тоже не помогло. Но только вот жидкий бальзам, жёлтый носинк, он помог мне реабилитировать уши. Приехав домой, я закапала в этой вот радостью нос, и все мои усилия по промыванию носа солёной водой просто накрылись. если вода тоже помогла мне пробить нос, и он начал дышать, не полноценно уже обе носки дышали, то вот эта вот штука с одной каплей в каждую ноздрю заложила мне полную всю безназна. Это те средства, которые не помогают. Но сейчас я в следующей части видео расскажу вам о средстве, которое помогло мне после вот этих капель начать дышать. Завтра у меня ещё день, когда мне надо экстренно восстановиться. Завтра вечером должна быть как огурчик, потому что завтра вечером меня перерёт в лаос. Вот, так что после лаоса я вам расскажу, что работает. Если сам здесь работает, ну, я уже завтра буду пробовать все минуты, которые только мне приняты за подругу, потому что мне очень надо завтра к вечеру быть как огурчик зелёный в пупырышку. Нет, не зелёный, я, конечно, шучу. Мне надо завтра быть свежей, бодрой, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы перенести хорошо длительный период. До встречи в следующей части.